Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о фальсификации доказательств. И, конечно же, когда у нас идет не исследование доказательств, неправильное исследование доказательств, у нас рука об руку с этим идут другие нарушения суда, и вот это, конечно, нарушения, которые могут являться основанием для апелляционного и для касационного того или иного обжалования судебных решений. О чем я говорю? Здесь мы говорим о тех нарушениях, о тех действиях суда, где судья необоснованно отдает преимущество одному из участников процесса, зачастую это ваши противники. И вот он с охотой принимает их аргументацию, а вот ваши аргументы не принимает. И вот когда складывается такая ситуация, очень часто приходится видеть и наблюдать, что под эту дудку всовывают процессуальные противники те доказательства, которые имеют признаки фальсификации. Или те доказательства, которые не являются надлежащими. Или используя надлежащие доверенности, надлежащие документы и так далее. Вот здесь, дорогие друзья, конечно, возникает очень много вопросов, вот именно связанных с такими подобными ситуациями. И здесь, конечно же, прежде всего возникает вопросов очень много, а что делать с такими доказательствами? Дорогие друзья, прежде всего необходимо заявлять ходатайство о фальсификации доказательств, для того, чтобы исключить из доказательственной базы такие доказательства. Но при этом, конечно, многие спрашивают, а можно ли изъять эти доказательства в апелляционном, в касационном производстве, если, к примеру, не было заявлено о фальсификации на стадии рассмотрения их в первой инстанции? Конечно, можно заявлять о фальсификации и в вышестоящих, проверочных инстанциях. Но, дорогие друзья, никто не будет вырывать бумагу из того же материала гражданского дела. Здесь, повторюсь, необходимо правильно ставить вопрос о том, чтобы исключать их из доказательственной базы. И здесь, дорогие друзья, по поводу анализа доказательств, по поводу оценки доказательств, я сейчас готовлю целую серию, огромную серию роликов, которые связаны с судебным процессом, которые связаны с доказательственным правом в суде первой инстанции, в суде апелляционной, касационной инстанции. И это все будет построено на судебной практике, на трудах наших, действительно, корифеев, науки, которые своим трудом, вкладом, свои имена, золотыми нитями внесли в историю русской, советской юриспруденции. И сейчас нашей современной российской юриспруденции, дорогие друзья, там есть действительно о чем поговорить. Я надеюсь, вам будет интересно, как зрителям юридического канала, все это будет связано тесно, с очень практическими вопросами. Дорогие друзья, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Удачи вам в ваших делах. Счастливо. Продолжение следует...